Может ли быть такое, что пандемия – это суд Божий? Обычно человек любит, вот эти слова, суд, покорять, разрушать. Людям очень нравится. Почему? Потому что это повышает статус угрожающего. Получается, если я тебя угрожаю, мой статус как бы поднимается. Замерите, склонность Божия прежде всего – это милость. Это его прежде склонность. Бог никогда не торопится уничтожать. Даже Библия его называет так, что он медлен на гнев. И Библия говорит, он много милостивый. Я не хочу, чтобы вы нарисовали у себя в голове Бога, такого гневливого, страшного, ищущего уничтожать человека. Если Бог был таким, то человечество бы исчезло уже давно. Потому что мы и так раздражали его столько раз, на личном уровне, на уровне общества, семей и так дальше. Поэтому прежде всего помните, Пасха говорит о том, что Бог так возлюбил мир, что отдал Сина Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, а имел жизнь вечную. Бог не торопится уничтожать. Но при этом же, есть такое написано в Библии, что человек посеет, то и пожнет. Но может ли человек менять свою плохую судьбу, которая его ждет из-за того, что он натворил в жизни? Да, он может покаяться искренне, просить прощение у Бога и так дальше. Пандемия, суть Божия или нет? У меня нет однозначного ответа. Но вот одно я знаю, что Бог дает выход из этого. Потому что Библия так и говорит. Вор пришел украсть, убить и погубить. Бог сказал, а я пришел дать жизнь и жизнь с избытком. Это моя позиция. В курсе ли Бог, что есть коронавирус на земле? В курсе. Его ли работа? Я считаю, что не его работа. Это работа вора, который пришел украсть, убить и погубить. А где тут роль Бога? Он пришел дать жизнь и с избытком. Бог помогает людям выходить из этого. Поэтому знал ли Бог, что такие вещи могут быть, как пандемия? Да. А что Он дал заранее? Он дал человеку понятие иммунную систему. Которые, по идее, даже врачи сказали, у кого крепкая иммунная система, пандемия коронавирусным не угроза. Откуда взялась иммунная система? Бог вложил в человека сразу. Поэтому, заметите, Бог везде кругом спасает. И иммунную систему дал. Вы понимаете? И все делает, чтобы мы были спасены. Бог не радуется от того, что Его сотворение, самая высокая форма сотворения Его – это человек. И он мучается, страдает и умирает. От этого у Бога нет радости. Он радуется, когда мы спасены, когда мы цели, когда мы здоровы, когда мы успешны, когда мы улыбаемся, когда все хорошо. Вот это то, что Бог желает. Жизнь сизбитка. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова